Эдхам Шукриц сказал, к концу года прошлого 10 детских садов ведут. Я здесь у вас говорил, сколько вели? Два. И у него во всем идет сбой. А при том, что когда новых людей привезти за место тех, которые знали город, их надо было заставить работать. Заставить тех, кто там работал. Навязать им свое правило управления города. Но для этого должен человек выезжать на места, в районы. Я всегда говорил, с главными районами надо было больше работать. У Петра Ивановича была система отработана. Он по звонку всех глав строил в одну шеренгу. И они как бы везде с ним ходили на все мероприятия и все остальное. Это было. Хотя главам тоже очень много вопросов. Тем, которые работали у Петра Ивановича. Ну их куплицы не снимали на экране телевизора. Конечно. Разговора нет. И я думаю, что вот это показывать, ну я думаю, что этого не нужно. Вот если бы он показал, как исправили эту ошибку, да, и довели дело до логического конца этого детского сада, тогда это было бы другое. Хорошо. Но ведь это ведь не одна проблема детских садов и школ и так далее. А дороги, а ЖКХ. Вот вы мне просите. Это же все же, ничего же с места не сбегает. Мы в прошлом году все лето, все лето рассказывали про ЖКХ наше. Мы про дороги сегодня, вот сколько у вас встречались, мы все рассказывали. У нас коллапс в Красноярске. Вот сейчас в Красноярск большая часть уехали отдыхать, люди как-то еще так более-менее ездили. А посмотрите, в мае что творилось. Посмотрите, что бы зимой происходило в городе Красноярске. Не проехать, не пройти. Никто этими дорогами не занимается. И сегодня даже много сколько участков дороги делается, после дождя вскрывается, ямы появляются и все остальное. Это прежде всего качество. И прежде всего, те команды, те структуры, те компании, которые приходят выполнять эти дороги, надо задать вопрос, как они туда попадают. А вы скажите, пожалуйста, я еще одну проблему хотел бы услышать вашу точку зрения. Я вам честно скажу. Вот вы знаете, я не сижу, не хотел бы просто язвить, понимаете, так вот и сыпать, говорит, соль на раны. Но мне вот многие вещи отказаны, говорю, это абсолютно непонятно. Вот с тем самым театром Пушкина, да, ну, казалось бы, ну, губернатор от реконструкции театра Пушкина взял под свой контроль. Ну, одно разогнало организацию, не справилось. Это, которое разогнало организацию, берет откаты с другой организации, чтобы разрешить и достраивать, и реконструировать театр Пушкина. Но это что такое? Это же на глазах, простите меня, всего города, всего края происходит. И все молчат. Вы знаете, я скажу, это у нас во всем. Это у нас система построена уже. Вот мы говорим о коррупции, а не надо далеко ходить. Коррупция везде, она так вот прошла через... Проникла, по сути, ее пронзила, да. Во все дырочки, да, не только власти, но человеческие. Вот, начиная с бизнеса, вот, почему мы много-много лет, говорят, средний, малый бизнес, почему мы ему не даем развиться? Да, почему не даем? Все государства цивилизованные уже работают, и бюджеты складывают. В основном европейские, среднего, малого бизнеса. А мы только от корпораций, крупных финансовых групп, которые, например, Нальский Никель, там, энергетики, потом, вот сейчас Роснефть зашла, которая у нас, и угольные предприятия, за счет чего мы бюджет складываем. Мы должны сделать для того, чтобы для красноярцев, сельскохозяйство, своя продукция, свои овощи, которые мы сегодня... Сколько мы производили в советское время, и сколько мы сегодня производили. Что изменилось? У нас земли меньше стало или хуже земля стала? Хорошо, все-таки, зачем все проблемы с городом? Вот вы, все-таки, ваш прогноз по поводу, я хотел бы, театра Пушкина, все-таки его реконструируют или нет? Или все это пойдет вот так, как и вначале оно пошло? А я считаю, что надо было первую компанию заставить все-таки работать так, как она должна. Вот здесь я с вами... Я считаю, что министры не должны были строительство показывать... Свою слабость. Нет, 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 подождите. Я немножко раскрою там маленькие, это самое, внутренние такие дела. Я помню, ко мне подошли специалисты и говорят, Анатолий Петрович, вы правда присутствуете там в бизнесе с компанией, которая работает в театре Пушкина. Я говорю, я ни разу не видел ни директора, не знаю, что это за компания, и знаю, что реконструкция театра Пушкина идет. Как идет, даже никакого отношения к этому не имею. Министр доложил губернатору, что якобы там присутствует Быков и все остальное. Я начал вникать, начал как раз тогда запросы делать и говорить, почему вот все-таки эту компанию заменяют. Я так понял, что прежде всего это интересы подстала, не совпали. Я пришел к таким выводам. Поменяли компанию. Сейчас вы мне открываете другую тайну, что оказывается компанию... Предыдущие, это уже откаты, откаты берем. Вот видите, я открываю. Это показывают, пишут, говорят об этом. Вот на сегодняшний день, я думаю, что есть тема для размышления у прокуратуры, у других служб и все остальные. Я думаю, что... Не ошибусь, что это произойдет наподобие подобного, то, что произошло с Пашковым и со всеми остальными. Да. Но у нас на протяжении фактически года 9 министров уволялось. Да, это... Это же не просто так. И какие разговоры сегодня, и в интернете почитаешь информацию о руководителях наших пишут. Ну, поверьте, это же не просто так. Это не на голом месте это появилось, информация. Поверьте, очень на сегодняшний день меня беспокоит все-таки ситуация нашего Красноярского края. Я хотел бы еще... А как будет завтра? Хорошо. Я понимаю. Мы сейчас еще поговорим. У нас еще есть несколько минут. Но я еще один момент хотел бы заострить ваше внимание. Но на вашего любимого конька я сейчас сяду, и я имею в виду развитие спорта в нашем городе. Вот сейчас везде висят рекламные щиты с прорезом Эдхам Шаклиевича и с надписью такой очень образный такой турник в каждый двор. Как вы вообще расцениваете это дело? Что это такое вообще? Это что? Популяризация, я назову не популяризацией это. Это популизм. И я думаю, что это... Это что, программа? Турник в каждый двор, это брусок, это... Это показуха. Не с этого надо. Прежде всего, мы должны идею изменить, подход. Для нас, когда мы росли, не строили нам турники в каждом... Мы сами их делали. Мы сами их делали и занимались. Конечно. Мы должны идейно подойти, воспитать, прежде всего, внутренне, духовно наших детей и молодежь. Для того, чтобы они пришли и стали заниматься. Это такие вот помощники Эдхам Шаклиевича, которые подсказывают... Которые ему подсказывают. Ну, на примере я вам приведу. Я начал говорить, вначале вы меня отвлекли. Вот открыли мы ледовую площадку. Слишком серьезно. Я скажу, что мы непосредственно, лично депутат Быков, по просьбе, прежде всего, руководителя агентства физической культуры и министра Гурова тогда, помогли решить этот вопрос. И активно участвовали в контроле за строительством. И я вернусь к тому, что надо отдать должное Александру Николаевичу Гуцику, который там с утра... Директор стадиона Росвет. Ну, пришло время сдачи, и появился Эдхам Шаклиевич. Ну, где-то за полгода. На дележку пирога, будем так. На дележку пирога. Вот именно. Это деньги налогоплательщики, прежде всего, строили. Я считаю, это бюджет. И мы к этому имеем полное все отношения, красноярцы. Ну, так получилось. Я отговорил его от открытия, от одной цифры, потому что там не было готово обустройство, фактически, территории. Там брусчатка вот так играла вся. И я сказал, только попробуйте открыть. Я говорю, соберу журналистов и вас разнесу. Они отказались от этого, перенесли на месяц, даже больше. Открытие. Я пригласил на открытие своего товарища, я с ним дружу близко, Павел Буре, один из лучших хоккеистов русской ракеты. Ну, его весь мир знает, не только российская ракета. Они его даже не пригласили на открытие. Они начали говорить об «Единой России», а там дети, да. И любители спорта, которые пришли, ветераны с Наруси. И вот Павел Буре, который так сидит, потом мне говорит, все понятно, какая у вас лазь. Я понимаю тебя, Анатолий Петрович, почему так это самое. Когда они уехали, Павел пришел, переоделся и с ребятишками полтора часа играл. Играл на площадке, показал мастер-класс, фотографировался, автографы ставил, подарки им дарил. И мне так стыдно стало за свой регион, за красноярцев, которым мы выбираем такую власть, которая позволяет унижать наш край. Вот именно стыдно стало. Не за того, что они все наличное переводят. Что вот он приехал не к ним, а к Быкову. К Быкову приезжают очень многие известные люди, очень известные люди, уважаемые люди в стране. И я дружусь с этими людьми и горжусь, что у меня есть такие друзья. Хорошо, еще одна проблема. Проблема подготовки ненесиады в 2012 году, которая вроде бы должна состояться у нас в Красноярске по зимним видам спорта. Вот сейчас мы видим, что происходит в Казани. Но это вообще выше крыши, как говорят. Восхищение вызывает все. И подготовка, и сам формат проведения, и то, что там происходит. И те рекорды, которые показывают российские спортсмены, более 200 золотых, то есть более 200 наград, из них более половины золота принадлежит россиянам. Прекрасно все. Скажите, пожалуйста, мы сможем что-то такое подобное повторить, если вдруг решение будет в пользу Красноярска? И как, на ваш взгляд, идет ход подготовки вот к этому событию? Еще раз напомню, если оно состоится, естественно. Но для того, чтобы оно состоялось, не должно быть то, о чем мы говорили с вами вот несколько минут назад. Иначе никто нам не поверит. И месяцев в том числе. И месяцев. Я всегда об этом... Не месяцев. Давайте месяцев. Я вам скажу. Никогда у нас так не получится. Во-первых, там был хозяин настоящий, Шамив, который свой регион любил, служил этому региону, облизывал, пылинки сдувал. И передал власть в нужные руки своему, можно сказать, сподвижнику и продолжителю, который это делает. Университеты, они долго готовились. Во-первых... И страна готовилась только. Что там говорить? Нет, совершенно верно. Федеральный бюджет уделял огромное внимание. И там, как относились к строительным объектам, так не относятся к Красноярске. Там очень серьезно к этому подходили. В Красноярске строят, как мы знаем, все объекты, которые построили. Мы знаем, как у нас строят. Как большой концертный зал реконструкции, как сегодня театр Пушкина, как ледовую площадку одну, как другую и все остальное. Мы знаем, как академию биатлона построили, куда нужно зайти, поглядеть, и сколько мы тратим бюджетных денег на содержание всего того аппарата, который там находится. Я думаю, это очень серьезно. Я за универсиаду двумя руками. Но я не хочу, чтобы Красноярский край опозорился. Опозорился. И то, что сегодня в Казани результат, я чисто со своей профессиональной точки скажу. Поверьте, я не скажу, что сильнейшие спортсмены приехали на универсиаду. И плюс все-таки родные стены помогают. И я хочу, конечно, наших россиян поздравить с успехом. И, конечно, если будет это универсиада у нас, чтобы все-таки красноярцы, у нас еще есть время, все-таки серьезно к этому вопросу подошли. Не просто так, чтобы заработать на этих строительных объектах, поставить их, сделать. А когда начнутся земли спартакиада, мы выступим намного хуже, чем в Казани. Я, может быть, ошибаюсь, но я вам хочу сказать. Вы понимаете, меня отлично беспокоит следующая проблема. Ну, вот сейчас модно говорить об этом универсиаде 2019 года, призывать и так далее. Вот тех, кто призывает, их же не будет в этом. Не будет, 100% не будет. А обязательства будут взяты. А обязательства будут взяты. И будут отмечать тех, которые пришли. Знаете, может быть, это типа отместки красноярцы. Я не знаю. Вот у меня иногда тоже, как бы, я понимаю. Вот знаете, меня это прямо шокирует. Чтобы нас не забывали, как потом, после. И вот у нас даже многие руководители спортивных подразделений работают уже до такого состояния, которое уже все. Ну, надо, как бы, уступить молодым. Нет. Они все, они хотят на этом посту уйти в мир иной с этого поста. А потом, как будет это, никому дела нет. Я могу сказать, у нас так часто бывает. И в советское время в ЦК люди сидели до последнего. Они учили молодых и передавали молодым, энергичным власть и работу свою, которую могли бы продолжить или быть этих идей. На самом деле, универсиады – это очень серьезное событие для красноярцев. Это я знаю. И площадки все будут строиться, и все остальное. Но мы должны для этого сначала построить, обустроить город. Вот вы представляете, они думают, что если мост 4-й построят, они спасут? Нет, конечно. Поверьте, это будет коллапс. Коллапс. И я это обосную любому архитектору. Да нет, ну это понятно. Но вот вы представляете, приедут все со всего мира, как они будут этих спортсменов туда возить? На сегодняшний день. На ту базу, которая будет основываться в основном. Вот если сегодня вы сядьте на машину и проедьте до сосен к губернатору, дорога провалилась. Я считаю, что это федеральная часть. Потому что высокие чиновники приезжают, они ездят по этой трассе. И вот неужели губернатору не стыдно по проваленной дороге ездить? Возить своих гостей. Своих гостей. Это характеризует. Вот прежде всего это характеризует. Я к любому человеку, а я всегда приезжаю в город, смотрю, какие дороги, какие дворы, какая больница, например, школа, спортивное сооружение, ну, дом культуры. Вот в эти вещи зайдешь и можно дать оценку руководителю. Вот у нас, я сегодня еду, а мне водитель говорит, Анатолий Петрович, посмотри, проваливается уже колья вся. Вот такая, вот такими этими. Изгибами. А вот как они, говорит, ездят? Им неужели они... Ну, может, они на вездеходах ездят? Нет, нет, нет. Неужели, говорит, они не подсказывают это самое? Я говорю, мне трудно это понять. Ну, и мне вот стыдно, прежде всего, за наших руководителей нашего края города, что мы допускаем и даем такую возможность для критики прежде всего. Особенно тех гостей, которые приезжают на высокопоставленные гости, независимо, это исполнительная власть или гости другого направления. Они же видят и город характеризуют прежде всего.